Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире программа «Право онлайн» и я ведущая программы Татьяна Андреева. Вступление в брак – одно из самых трогательных событий в жизни. Молодожены счастливы, они любят друг друга, они доверяют друг другу. И в такой момент не хочется обсуждать имущественные вопросы. «Все, что есть у меня, твое», – говорят будущие супруги. Значит, имущество становится общим. А так ли это? Что делать в случае раздела, необходимости раздела имущества, когда супруги разводятся? О том, какое имущество, приобретенное в браке, становится, остается личным. Можно ли делить имущество? Какое имущество можно делить, а какое – нельзя. И в каких случаях имеет смысл договариваться о разделе имущества? Телефон студии 376-45-88. Задавайте вопросы по телефону, по скайпу, етв, нижнее, подчеркиваем, тв и на сайте екбург.тв. О том, что такое общее имущество, мы узнаем из юридического словаря. Имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью. К нему относятся доходы каждого из супругов от трудовой, предпринимательской, интеллектуальной деятельности, полученные ими пенсии, пособия, а также иные денежные выплаты, не имеющие специального целевого назначения. Общим имуществом супругов также являются приобретенные за счет общих доходов супругов движимые и недвижимые вещи. Ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале, внесенные в кредитные учреждения или иные коммерческие организации. Любое другое нажитое супругами в период брака имущества, независимо от того, на имя кого из супругов оно приобретено, либо на имя кого или кем из супругов внесены денежные средства. Право на общее имущество супругов принадлежит также супругу, который в период брака осуществлял ведение домашнего хозяйства, уход за детьми или по другим уважительным причинам не имел самостоятельного дохода. Владение, пользование и распоряжение общим имуществом супругов осуществляется по обоюдному согласию. С чем могут столкнуться супруги при разделе общего имущества? Об этом сегодня мы поговорим в студии с гостями Ларисой Владимировной Коржиковой и Юлией Николаевной Васевой, юристами и медиаторами. Добрый вечер, уважаемые коллеги. И первый вопрос. Состоялась свадьба. На свадьбу молодоженам подарили много подарков. То есть получается, что с того момента, то с момента свадьбы, ну с той даты, все имущество, которое им подарили, уже является общим. Так ли это? Здравствуйте, Татьяна Юрьевна. Да, действительно, с момента регистрации брака все имущество, подаренное супругам, если оно подарено обоим супругам, является общим. Если это имущество было подарено уже в момент, когда брак зарегистрирован, но одному супругу, то тогда вступает в силу исключения в Семейном кодексе, который говорит, что имущество унаследованное или подаренное является личной собственностью каждого супруга. Поэтому здесь нужно быть внимательным. Действительно, у нас были в практике случаи, когда видеозаписью свадебного пиршества, причем вот теми самыми обрезками, которые обычно вырезают и оставляют где-нибудь у операторов, мы доказывали, что имущество было подарено лично одному из супругов. То есть даже такие случаи бывают. Не выкидывайте видеозаписи. Советуйте. Если такой вот пример. Допустим, родители невесты подарили квартиру, родители жениха подарили машину, но записали при этом все на каждое на своих детей. В этом случае оно будет являться общим или все-таки оно остается в собственности каждого из супругов? Как юрист я вам отвечу, что имущество, приобретенное до брака, является личной индивидуальной собственностью. В случае расторжения брака разделу не подлежит. Как человек, как женщина, прошедшая брак, прошедшая в том числе развод, я отвечу, не ругайте своих родителей, когда они делают так, они это делают не потому, что кому-то не доверяют, они просто заботятся о вашем будущем. Поэтому нужно внимательно смотреть, на кого зарегистрировано имущество. Если оно зарегистрировано до брака, то это будет личное имущество. И тогда при разделе этого имущества, если такая необходимость возникнет, никаких вопросов не будет. Вы распоряжаетесь им единолично, без согласия второго супруга. Да, потому что в противном случае, если квартира или машина подарены уже в браке, то может стать вопрос о том, что это совместная собственность. Возможно, придется доказывать факт дарения. Дарение не вам обоим, а дарение только мужу или только жене. То есть дарение после регистрации брака, ну скажем так, возможно осложнит процесс раздела. А если, допустим, у родителей жениха открыли счет в банке, положили большую сумму, но положили и сделали не это до момента вступления сына в брак, а деньги потратил сын уже во время брака, чьи деньги будут? Они в общей собственности все-таки или принадлежат жениху? Здесь вот однозначного ответа я вам не скажу по одной простой причине, что деньги, которые были у него до брака, у будущего супруга, это его личная собственность. Имущество, которое он приобрел, нужно смотреть, что за имущество, куда оно было потрачено. Если оно было потрачено как на приобретение личного имущества, ну там на одежду наличную, да, то это останется личным имуществом. Если это имущество приобретено в браке для семьи, то тогда вопрос будет решаться, скорее всего, в судебном порядке. Одна сторона будет доказывать, что это общее имущество, потому что оно приобреталось для необходимости семьи. Вторая сторона будет доказываться, что наличное имущество, там в зависимости от тех обстоятельств, которые помимо указанных есть. То есть нужно смотреть на зерну. В каких случаях имущество приобретенное в браке остается личным имуществом? Вот еще раз давайте, вот какое имущество у меня останется, если я вступлю в брак? Хорошо, давайте перечислим. Наш семейный кодекс содержит целый ряд случаев, когда имущество приобретенное в браке является личной собственностью. Ну, во-первых, это имущество подарено каждому из супругов, независимо от того, какова стоимость этого имущества, кто подарил, по какому поводу оно дарилось. Второй случай – это имущество унаследованное. Здесь тоже не имеет никакого значения по закону или по завещанию оно унаследовано. От кого? Какова стоимость этого имущества? Важный факт безвозмездного приобретения имущества. И поэтому следующим случаем, когда имущество считается личным, это имущество, как указанное в Семейном кодексе, приобретенное по иным безвозмездным сделкам. Вы за Владимировна? Здесь, знаете, еще какой момент нужно учитывать? Вот я дополню. Довольно устойчивая судебная практика в части рассмотрения имущества как личного, даже приобретенного в браке, если стороны фактически не поддерживают брачные отношения. То есть если в суде сторона, если уже дошли до суда, и сторона может доказать, что в этот период вместе не проживали, фактически брачные отношения не вели, был раздельный бюджет, но что фактически семьи уже не было, и могут установить именно эту дату с помощью определенных доказательств, то имущество, приобретенное после этой даты, судом может рассматриваться как личное имущество приобретенного супруга. Но здесь, опять-таки, нужно внимательно смотреть на доказательственную базу и ситуацию в целом. Это такая частая ситуация, когда люди расстаются, но почему-то тянутся разводом, да, они продолжают формально-юридически оставаться мужем и женой, но на самом деле у них уже нет ни семьи. Два года они уже и не живут. Да, конечно, у них нет ни семьи, у них нет общего хозяйства, у них совершенно разное материальное положение, поэтому именно на эти случаи ориентирована одна из норм Семейного кодекса. Но ведь можно составить брачный договор до вступления в брак. Вот скажите, пожалуйста, что должно быть указано в брачном договоре? Что прописывается в нем? Конечно, брачный договор можно заключить как до регистрации брака, так и после. В любом случае нотариальное удостоверение обязательно, но если брачный договор заключается до регистрации брака, то он приобретает силу с момента такой государственной регистрации. Если брачный договор заключается уже после государственной регистрации брака, уже с супругами, то он вступает в силу с момента нотариального его удостоверения. Нужно отметить, что по российскому законодательству в брачный договор могут быть включены только условия, которые определяют имущественные взаимоотношения супругов. То есть наше российское законодательство, в отличие от европейского или от американского, не позволяет включать такие условия, которые бы устанавливали личные права или обязанности для каждого из супругов. А вот определить режим имущества, которое будет нажито или которое уже нажито в браке, можно в брачном договоре, причем стороны самостоятельно могут определить, какой это режим будет имущество. Можно даже определить следующим образом. Какое-то имущество будет признано собственностью каждого из супругов, какое-то будет считаться общей собственностью супругов. И можно даже установить режим в отношении того имущества, которое еще будет только в будущем приобретено. То есть оно будет совместно приобретено, кому оно будет потом в последствии принадлежать в случае развода? Прямо закрепить о том, что все, что будет привлечено в будущем на имя, допустим, мужа, независимо, движимое или недвижимое, будет считаться личной собственностью мужа. И впоследствии он сможет распоряжаться таким имуществом уже без согласия жены. Если, допустим, муж захотел приобрести квартиру, еще одну, дом, автомобиль, яхту, необходимо ли ему спрашивать разрешение у супруги? Давайте здесь немножечко разложим, да, по полочкам. Вот если мы говорим о доме, о яхте, да, квартире, да, если мы говорим о недвижимости, да, закон обязывает получение согласия супруга, другого супруга, причем это согласие должно быть нотариально удостоверено на приобретение супругам недвижимого имущества. А если он яхту захотел купить, лодку моторную, автомобиль? Вот, это интересный такой момент. Если мы говорим об автомобиле и о моторной лодке, это у нас движимое имущество, но на приобретение движимого имущества не требуется нотариально удостоверенного согласия. И просто письменного согласия не требуется? Нет, не требуется. Если мы говорим о яхте, то в соответствии с нашим гражданским кодексом, водные суда – это у нас объекты недвижимости. Если вот ту яхту, которую хочется приобрести, она попадает как раз под ту категорию водных судов, которые у нас объекты недвижимости, тоже необходимо будет согласие. А если, например, один из супругов решил купить породистую собаку, кошку, попугая, змею, в этих случаях необходимо спрашивать разрешение? Ведь там бывают породистые собаки, стоят несколько тысяч долларов. Вот Юлия Николаевна уже ответила на этот вопрос. У нас, слава богу, собаки, кошки не являются объектами недвижимости, и разрешение супруга необходимо только на имущество, которое недвижимое. Поэтому на кошку, собаку разрешение не надо, но в брачный договор, если это прям очень принципиально для вас это имущество, вписать можно, кому она достанется в случае чего. Ну, самое интересное, что и кошка, и собака, и попугая, и змея, да, это все объекты гражданских прав. Слава богу. Да, это все вещи с точки зрения гражданского кодекса, это все движимые вещи. Поэтому, в принципе, может случиться такая ситуация, а они нередко складываются на практике, когда супруги могут суде делить кошку, собаку, попугая. Пожалуйста. Спокойно при этом разделив весь остальной объем имущества, в суд идут только поделить кошек. Кошек, да. Да, потому что к кошке больше привязанности, я думаю, какой-то личной, нежели к мебели, даже к квартире. Поэтому мне кажется, что могут быть наиболее ожесточенные споры как раз именно об этом объекте имущества. А если супруг, один из супругов решил продать, ну, часть имущества, опять же, ту же квартиру, машину, яхту и так далее, при этом он делает так, ну, скрывает от второго супруга факт продажи. В этом случае необходимо ли бы при продаже имущества брать согласие супруга? Если это касается недвижимого имущества, то, безусловно, это согласие нужно. Я бы рекомендовала даже в части движимого имущества такое согласие оформлять, потому что в противном случае, если стороны придут к какому-то конфликту в объеме разделенного имущества, то тогда сделки можно оспаривать и признавать недействительными по тому основанию, что не было согласия на отчуждение этой собственности. Вот у нас поступил вопрос, Зинаида Дашкова спрашивает, во время брака купила квартиру, как сделать так, чтобы при разводе она осталась только за мной? Подписать брачный договор. Только вообще брачный договор. Или любить мужа, выстроить хорошую семью и не разводиться. Есть еще один способ. В случае, если брак будет расстрогнут, бывшие супруги могут заключить соглашение о разделе общего имущества. И там, если они оба этого захотят, они могут зафиксировать, что вот это имущество, нажитое в браке, является личной собственностью одного из супругов. Тогда у меня следующий вопрос, тоже повступивший от Наташего телезрителя. А вклады пои делятся после брака, если вклад открыт на мужа? Все делится, и вклады делятся, и пои делятся, вне зависимости от того, на кого зарегистрированы. И здесь я тоже хочу отметить очень важную ситуацию, очень важный момент. Денежные средства индивидуального предпринимателя, которые находятся на счетах, они также являются совместной собственностью супруга и делятся пополам. У нас был спор, когда человек, индивидуальный предприниматель получил аванс на покупку товара, и в этот момент супруга разделила весь этот аванс, как денежные средства, как общее имущество. Ну вот, будьте аккуратны, и тем более, если вы ведете бизнес, то защитить себя, бизнес, супругу, в том числе, там, свою семью, иногда можно с помощью брачного договора. Супруги во время брака получили муниципальное жилье, решили его приватизировать. Каков статус жилья приватизированного брака, и какие права появляются у супруга? Ну, приватизированное жилье по законодательству и по судебной практике у нас приравнивается к жилью, полученному в результате, как дарение. И, соответственно, нужно смотреть в зависимости от того, на кого зарегистрировано, на кого приватизировано это жилье. Если оно приватизировано на супругов в равных долях, то тогда оно и делится точно так же. Если оно приватизировано на одного из супругов, то тогда, соответственно, это считается имущество, как подаренное одному из супругов, является личным, и раздела не подлежит. Будьте внимательны при приготовлении.